В это время мы подумали, что тут надо сделать, и такое огорчение принесли. Он добросовестнейший, видишь, что делал. Можно было бы уже и ехать. Нет, заглаживает, сам за собой делал. Это вообще, верующим поучиться надо в такой добросовестной работе, как от Волков Владимир Иванович. Я уже не раз, что попросил ему уезжать, его там ждут. Но он продолжает ездить и волнуется, и продолжает делать вообще. У меня внутри как будто заболело что-то. Как же так можно? Я уже забыл его, машу рукой, не надо больше, хватит. Сегодня у нас 17 августа. Никаких. Разглаживает, чтобы после него было все чисто и аккуратно. Ну раз там ждут, приехал трайлер из Барнаула, собрались уже люди, и он здесь. Ему это очень... Ну просто мы виноваты. Вчера у него свободное было время, часа три, мог все спокойно сделать. Вот. Мы никак не решали, что делать. И сегодня только утром, кажется, озарение пришло, что не надо углублять, надо наоборот насыпать. И дальше будет сделано как надо. Песок, щебень. Господи, прости меня, грешно. Вот сегодня 17 августа. Вот выше тут, внутри деревни. И потеряевские пришли к лагерным. А Володя там работает. Далеко, где вот дозер стоял. Почти не видать его. То есть следы все, которые он вырвал. Силик. Это же машина тяжелая, 17 тонн. Надо все сейчас выравнивать. Здесь он, видишь, как сделал. Здесь была траншея водой наполненная. И ездить вообще нельзя было. Вниз спустились. А сейчас мы видим, что есть возможность, ну вот как дамба. Поднял выше, залил туда, засыпал все водой, где было. И сейчас сделаем, чтобы туда вода могла стекать. На две стороны. Так. Тут где-то топор, посмотри. Это. Посмотри топор где, вон он. Вырубай его поглубже только, ниже земли выруби там. Чтобы никто не засыпался, обувь не порвал. Землю маленько разгреби. О, к ограде туда, к ограде. Или за ограду даже можешь рядом положить. Сейчас выравниваем. Сразу заказываем песок, щебень. Это очень-очень дорогое удовольствие. Ну, никак по-другому. Все делать самостоятельно. Еще раз подчеркиваю. 21 тысяча деревень разрушенных ждут своих поселенцев. Более умные, более грамотные будут, чем мы. Мы экономически не подкованные. Все стараемся хрипом. Интересно, как пишет Солженицын об этом. В то время уже при нем все в Америке везде как носили. А у нас, говорит, все еще пердящим паром. Вот и разбирайся, что он сказал такое. В архипелаге ГУЛАГ. В архипелаге ГУЛАГ. В прошлом году упрекали, даже потерялись таких в интернете. Говорят, никого нет на дороге. Одни лагерные, уродуются. А вот сегодня не так. Все увидели, что дорога, это лучше, чем колея, наполненные грязью и водой. Ну, главный контингент, это Устиново, конечно. Они сразу большинством взяли. Вот. Подготавливаем домики. На летом приглашать детей. Лагерь наш ликвидирован. Нету я более не начальник всего. Важно. Если тут не нужно будет, допуст... Э, Э. Э, Э. Андрюша! Надо, чтоб она, этого, выше не было. Выше не было, этой дороги. Иначе она просто влагой будет. Тогда лучше на середину и на стенку подальше. Выше никак, не где. Даже бровки не было. Вот так. на малое количество людей это уже много продолжается сегодня 17 августа 2016 года продолжаем восстановить вот тут у нас дорогу делать вот Игнатий, значит, там деревья лишние выпиливает это сводить оградку чтобы на дорогу не свисали вот еще вот порытвенный здесь это выравнивать, чтобы вода стекала потом хорошо все, что вот трактор, если в машины будут ходить чтобы ветки не мешались долбят братья наши много еще всякие рытвины с божьей помощью и пробьем слава Христу аллилуйя продолжаем сегодня 17 августа 2016 года уже под вечер пол пятого работаем также дорогу восстанавливаем вот уже более-менее ее выровняли сделаю немножко покатом полукругом чтобы вода скатывала вот батюшка нам подошел проведать и сейчас работает нашли сейчас крестик старообрядческий закопанный под землей здесь вот выхода немножко лопатой что-то бросил немножко а вон идет уже батюшке понравилось? сделал предложение рационализаторское говорит лопаткой сначала пройдите продолбите правильно по делу батюшка говорит а сюда может быть еще по кирпичу добавить? чтобы она сильнее была по кирпичу добавить еще чтобы она сильнее была а? 3 вольта бруску железную откладки мало еще два кирпича надо каких? чтоб тяжелее была он и с осетинкой едва поправляется еще зря говорить не хватает ну уже в годах батюшка-то больной с пружинкой не ухлаждай себя отец хватит отложи ее хватит я попробовал отбери у него я благословляю отобрать ладно конечно вот так вот так вот так вот так смотрел на какую высоту принес лестницу она принес лестницу хилая из этих веток сбил ее и вот на этой высоте обрезал сам никому не дозволил то есть молодежь ценная а я думаю а мне какая разница когда в колодец надо было лезть мы решали кому лезть ну самому малозначащему я говорю я полезу туда ну молодняк вам жить надо еще вы еще свое полностью не нагрешили ну вот видишь как кто городской житель знает асфальт а это не асфальт только еще под песок а потом щебень 250 метров в прошлом году чуть не в полмиллиона влетело о как сколько стоит без асфальта это деньги громадные у нас просто нет у человека после операции делали я не знаю на почках или у тебя еще желчный пузырь да загноение желчного пузыря а загноение там было ну сейчас тебе ничего нормально лечиться приехал потеряете даже больного мы никогда не бросим на тележку и на работу повезем все равно никого не бросаем как Сергей Павлович очень очень хорошо проходить лечение советую всем приезжать сюда брать лопату ломик и помогать строить дороги дома и так далее все 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 на этом я закончил нынче вот сегодня только приехал он я отдал нынче за пруды он работал две недели почти сто тридцать шесть тысяч сто тридцать шесть и плюс тридцать это сто шестьдесят четыре тысячи это за привозку и прочее а еще мне какая польза я их никогда и плоды не увижу только радостно так что нам Бог доверил доверил Господь работу такую интересную вот сейчас копали и батюшка нашел крестик крестик старобрядческий там написано что это Бог Отец или что-то такое Сын Божий что там написано было я не читал Сын Божий Царь Славы ааа вон так царь Славы это католики так пишут вот даже Виталий вон что-то кладет там в замедленном темпе съемка у него идет мы дальше работали помогали ребята ушли пять человек было Усаки Никита Андрей Кроя Алеша четвертый Кирилл Кирилл пятый Алексей да Алексея посчитали? да у нас пятеро десять человек работало здесь они ушли свои дела делать а мы не можем потому что затея это наша вот так хвост а 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 Леша, помоги ему, он не может Батюшка сам крутит, видите Ребята привезли столбов Сейчас пошли за жердями А солнце уже на закат Вот оно Совсем, совсем, совсем близко Вот через веточки только видать Леша побежал, переобудься Батюшка сам на машине приехал Это Игорева игрушка Побежал у него выпрашивать Это все, 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 все в срочном порядке Завтра уже не будешь делать преображение Сейчас смолить столбы и ставить Володя подойдет И колочь И сразу прибивать Никита уже приступил К приведению в порядок своего дома С чего начинается Родина С картинки в цветном букваре А у нас крапивы в твоем дворе Убрать Подготовить Вот Родина тут и начинается И вот это самый страшный тополь Стоит рядом Вот я медленно покажу Вот этот дом Насколько он выше Вот какой тополь Ужасно просто И рядом провели теперь На этих столбах На бетонных Кабель Это не просто провод Порвал и сложил уже Тут без цвета будут все Вот этот корень Видите как все тут копаются Леша побежал помочь батюшке Ему нельзя притруждать Попери Попери А не попери Вот так и все Не достаточно Дернуть Дери Тихо-тихо Тихо-тихо Все? Да Да Держим Кабель 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 Вытащите и еще разок зайдите Зайди еще разок зайди Вытащите остатки туда Все Отведите в сторону Вот это коняшка Ну давайте Вот смолят Видите как дружно Сразу машина Вот Володя смолит Так Володя ты смоли иди дальше Смоли Я мы утолкнем быстро с ним Иди смоли брось Сзади вон столб лежит Тащи его Рядом подложи К тому Смоли с большой стороны Раскладывайте жерди С запасом Толстая с толстым Тонкая с тонким концом Меняйте вот так вот Михаил Виталий смотрит Он не понимает о чем речь идет Комель комель Толстая с тонким концом Так следующее Ставь Вот развозят Сейчас они Жерди Все это прибить Солнышко уже фактически закатывается Вот оно где Горизонту Едва едва успеваем Прибивать надо и привязывать Володя ты проволоку принес? Да И резачем принес? Да Михаилу только сказать Там развязать ее Начинайте с того края На самый край поверните толстый конец Выше туда пройди Посмотри где оканчивается последняя Вот так Это отработка Береги Володя Чтобы не опрокинуть Нынче повезло мне Больше 100 килограмм дали Привезли с другой области Вот мажут И не так гниет Так сказать Или думаем что не так гниет Интересно какая большая береза Мне в одном месте приходилось наблюдать Как муж изменял жене И вот так вот лес Прямо по лесу ходил Никто не знал этого И где он ходил Ходил зимой Весной все березы На пути его все высохли Высохли В один год Притом даже молодые березы Страх напал на всех Вот это наша трасса Ее огораживаем А за трассой тут Пруд искусственный Самый первый Который был у нас пруд Ну глубина его где-то до двух с половиной метров Была наверное Два бульдозера копали Вырыли Плодородный слой отдельно Огромная куча Глина там Ну по всем правилам Вот теперь Ну это я вдоль деревни Покажу За этим деревом Не видать Где Володин А это вот Никитин дом Уже высветился Там в стенах И тут же Это я приближаю Столб Так разноси Не стой Пожалуйста Не стой Как минута Так останавливаться Человек Они приучили работать Разноси Разноси Жерди Пожалуйста Михаил Командуем Он стоять будет Рот разинит Смотри Сейчас опрокинется Тележка сломается Он ее тянет Более бестолкового Кажется Не видал За 70 лет Это искушение Любое дело Выверни Совершенно не так О чем бы не просил Самое простенькое дело Сказал влево Тут же он пошел Вправо Вон батюшка Пошел Сидит за рулем Поехал дальше Вот батюшка В каждом деле Везде успевает Вот он что еще решил Видимо решил проехать Что-то застрял Не знает как развернуться Действительно Ехать где-то разворачивать Вот смотри Как вот Виталий Шевелит руками Это берет жерсть Это туда-сюда Стоит на месте Теряется Обо всем теряется Вот теперь падает тележка Он не знает все Вот так Слава Богу Батюшка Куда Что это Он так лихащит Что это Его понесло Я думал Он хочет По нашей трассе Поехать Виталий Далеко ли пошел Куда пошел Тут жерди лежат уже Посмотри Ну положи одну Положи Тут зажмурил Глаза идет Ничего не смотрят Но они лежат уже здесь Брось Посмотрим Может быть и не потребуется Самые прямые Оставьте пока Сейчас Помогайте ставить Снимите